Приветствую вас. Ну, во-первых, надо сказать, что из вашего описания семьи и, в общем-то, вас самого особо ничего не ясно. Абсолютно ничего не ясно про ваш психологический портрет. Есть две основные проблемы. Первая проблема – это, собственно, страх невыспеть, которая, в свою очередь, распределяется на несколько других. И вторая проблема – это то, что вы расстались со своим партнером и тяготеете к традиционному семейному укладу. Это можно так вместе называть как проблема. Первое – то, что вы говорите про страх, что не успеть. Первое – что страшного в том, что вы не успеете и почему у вас этот страх имеет место быть? Поскольку страх возникает не просто так, а как видоизмененное желание, по сути, инверсированное желание, то есть желание в виде запрета, то здесь я бы, конечно, посмотрел на ваш страх более глубоко и постарался бы вместе с вами его поисследовать. Что-то в нем определенное есть, какой-то смысл жизненно важный для вас имеется. Дальше, очевидно, что, раз вы боитесь, что все сорвется, имеет место быть сверхмотивация, то есть для тех вещей, которые вы себе планируете и те вещи, которые вызывают у вас, собственно, страх, что, ну, что все оторвется, то ничего не будет. Прождают сверхмотивацию, то есть в чувствах, когда на одном деле сконцентрировано чересчур много или неадекватно много мотивационных интенций, в том плане, что через одно дело вы пытаетесь решить сразу несколько проблем из разных сфер. В итоге дело приобретает сверхважность. И естественный процесс его ведения, естественный процесс его завершения, естественный процесс принятия решения в процессе реализации этого дела, все это нарушается. Поэтому здесь я вижу выходом снижение, снижение этой самой сферы мотивации, распределение мотивации по соответствующим им сферам, вот, и таким образом облегчение, психологическое облегчение важности дела. Что касается расставания с партнером, то здесь, возможно, некая травматичность после того, как вы расстались с партнером, хоть и не до конца, как я понял, но все равно это, возможно, вас травмировало, то есть изменило как-то ваше представление о себе. И кроме того, раз вы говорите немаловажную вещь о том, что после расставания с партнером вы почувствовали вот это вот, что вы много чего не испытывали, то здесь, конечно, имеет место быстрая реакция с партнером, что-то вам давало такое, что вы теперь пытаетесь дополнить себе вот своими действиями, которые, ну, далеко не всегда приводят к тем результатам, которые вам бы хотелось видеть. Поэтому здесь очень важно разобраться с отношениями между вами и партнером и, может быть, постараться как-то и гармонизировать. Это как вот основа для появления той проблемы, с которой вы обратились. Что касается тяготения к традиционному укладу семьи, то само по себе подобное тяготение связано с чувством незащищенности, соответственно, с безопасностью и желанием как-то себя обезопасить, вот, что позволяет говорить об отсутствии личных границ и личных границ. То есть личные границы – это, с одной стороны, отделение себя от другого человека, распределение личной ответственности и наличие правил, которые помогли бы вам в любых жизненных ситуациях, не связанных со всем экстремальными, чувствовать себя в относительной безопасности по причине наличия готовых решений в тех или иных, ну, вариантах, скажем так. Вот, именно такой, именно такая картина у меня сложилась в процессе чтения вашего текста. Вот, и, соответственно, отвечаю на вопрос о том, как убрать это ощущение, убирать ничего не надо, вот, потому что это ощущение вам для чего-то нужно, его необходимо раскрыть. Ну, а было у кого так, это не совсем корректный вопрос, когда вы обращаетесь к КФК-специалистам. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, желаю вам всего самого доброго, надеюсь, что ситуация разрешится.